Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше едва купить потом Дома Блин признаюсь не люблю платные туалеты Воспользовался простым вариантом Хотя вот в этой кафешке В которой мы остановились Блин он платный И я считаю что туалет всегда должен быть бесплатный Для посетителей именно для клиентов кафе Вот это какая-то дикость вообще Ну а тут как бы совместил приятное с полезным Прогулялся Это вот на посту видимо Постовой так сказать Дежурный А в этой кафешке вот он к сожалению платный Но попутчики мои тоже выбрали мой путь Мою дорогу так сказать В сторону бесплатного туалета Вот ценнички зацените Что у нас шаг? Капуста Капуста не салат Слушай, там далеко-далеко Есть земля Там Новый год Ты не поверишь Там Новый год Два раза в год Вот Там снег Там столько снега Что если бы я там не был сам Я б не поверил Но что бывает Бывает столько снега Что земля не видит Небо и звездам Не видать вершин С момента заправки С момента заправки Поехали 184 километра А стрелка Только тронулась Стрелка бензина Это не может не радовать Так, маслице посмотрим Четко вообще Чуть ниже максимума Небольшая разминочка Остановились прогуляться Пройтись на освещенном участке Тихо-тихо там Нью-Йорк Говорит с Москвой Москва, Москва Забери меня домой Долгою упрямою строкой Бежит дорога подо мной Еще чуть-чуть И распрощаемся с землей А ей клянется, что вернется Собру так с места не сойду Врет Сойду Подмешные колоритные мотивы Татарские Залетаем на заправку Решил сэкономить Попробовать Бензина дешевого Меня это расстраивает 38,90 Где такие цены видели? Цена два года назад такая была И как раз лампочка загорелась Один в один вообще Только что показывала 50 Запас хода И вот заехали на заправку Все по нулям Вот 640 Км Я проехал Получается Заправ Первые пол бака Долго окончались 450 км Проехал А потом получается 180 Все остальное А почему у вас дешевле бензин? Чтобы заезжали Заправлялись А что очередь? Где очередь? Да сегодня народу мало День такой Ладно Сколько литров примерно? Ну да давайте 60 То есть бенз нормальный Да? Просто так Да Ну у нас шефы Бензин как бы так это Больше солярки что-нибудь продавалось А в основном на солярку Солярка тоже дешевле у вас Да? Ну да дешевле Ну и уже фуры берут по 300 По 500 Кто по тонне заезжает Берез А нифига себе Там то другие суммы Совсем другое А бензин ему так Все понятно А так у вас какой-то от нефти Или откуда возите Сейчас Башкирский бензин А башкирский да здесь? Да Все понятно Ладно заправляемся Блин тут написано Правда 95 Я редиска блин Ну надеюсь нормально все будет Я даже уверен Это сколько Если 50 литров Зальется да Экономия сколько 3 4 Экономия там 3 рубля допустим минимум да С литра Ну 150 рублей Комплексный обед практически Покушать можно В кафешечке Блин жадность фраера Сгубила Блин Чуть-чуть Маленько плеснул Ну ладно Ну ничего Я думаю ЛКП мое Выдержит Блин болтички все Ничего не ржавые Вообще беленькие Отлично Опа Влезло 45 литров А у тебя литр на 60 литров? Ну наверное Когда лампочка загорается В основном на 100 км Должно хватать еще Да Где-то еще там Литров 7 Вот запас хода сразу 5903 км стал Можно как раз Это сейчас Расход посчитать Самому 45,6 Разделить на 639 7,1 Кстати Больше Показывает 6,5 Расход Блин Инспектором Чуть не попался Вот этим Они скорость смотрят На светофор Я и на моргающий Зеленый Заехал И скорость У меня прям На грани была Здесь старокульник был А у меня вот 60 Ну прям Вон Тигр в тигу Зашел Сейчас бы Блин потерял Минус 20 Если бы попался Вот оно местечко Сверху Сверху Гостиница Сверху Спрашивали Типа Ты не против Если мы Вмажем Один раз Днем Спрашивали На обеде И один раз Вечером Перед Блин Конечно Блин Нафиг Против И мне в дороге Как бы это будет мешать Запах Там Нарушение дисциплины И так далее Ну вот не знаю Если на обеде Конечно Они Не вмазали Сейчас У них целая ночь была И Блин Посмотрим сейчас Доброе утро Все четко Завершают Доброе утро Я успел вернуться Как это Я машину перегоняю в купюрку. Нет, еще 10 дней пользуюсь. Сейчас я поправлю. Основные традиции есть, согласны. Нет, не почувствую. Такое понятие действия некуда. Такое понятие действия некуда. Алискурсится с того поезда. Причем 10 дней дается на регистраторе. Здесь можно говорить, что можно представление. Алискурсится с 11, 27, 28. Алискурсится с 11, 28. 10, 29. Нам что последний год дается? 20? В общем, 10. Я буду вовремя провести сейчас. Какой не поздно? Ну типа я обогнал на перекрестке, но я успел, когда сплошная линия разметки была. Я же сам видел, сплошная линия, когда до нее доехали. Ну да. Снил же. Пойдите, пожалуйста. Ну что, пробивать будете меня или что? Ничего пока не буду. Сейчас подождите. Вот так башкирские гаишники остановили. Давненько я с ними не общался. В общем, вот такая неприятная история, ребят. Слышно было хреново. Я вам вкратце так обрисую ситуацию. Значит, причина остановки это то, что я якобы вернулся через сплошную линию разметки после обгона. Знаете, перед перекрестком сначала пунктиры идут, потом сплошняк начинается. И, к сожалению, камера в тот момент у меня была выключена. Я ее включил только, когда инспекторов увидел непосредственно. Короче, вменяют сплошную линию. Это, сами понимаете, лишение. Еще при проверке документов узнали, что у меня нет полиса ОСАГО. Я воспользовался 10-дневным интервалом. Насколько я знаю, по закону, после покупки автомобиля 10 дней у тебя есть на то, чтобы застраховать свой автомобиль. Но инспектор сказал, что это уже не действует. И что, оказывается, 21 декабря 2019 года вышло постановление правительства номер 1747. И по нему сейчас значит, что если машина едет, колеса крутятся, как он выразился, значит, страховка должна быть по-любому. Еще инспектор почему-то говорит, что зарегистрировать я должен в 20-дневный срок. Я не знаю, откуда он это взял. Короче, ситуация дрянь. Пошел разбираться. Как говорится, не переключайтесь. Скоро вторая часть перегона выйдет. Увидимся.